Тёплая погода пробудила земноводных от зимней спячки, и животные массово устремились к местам размножения. Фонд природы Эстонии призывает помочь жабам и лягушкам безопасно перебраться через наиболее сложные участки шоссе, пролегающие на привычных земноводным путях миграции. Любите ли вы жаб и лягушек как организатор-толог по спасению земноводных Ольга Негровская, у которой мы сейчас выясним все нюансы их спасения. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте расскажем о миграции жаб и лягушек. Куда они мигрируют, зачем и когда? Ну, лягушки мигрируют в пруд свадебный, да? У них странная такая жизнь, они живут в одном месте, а в другом месте у них место проведения свадьбы и... Сопутствующих мероприятий. Ну, в общем, они как люди, люди тоже любят свадьбу погулять где-нибудь в хорошем ресторане. Ну, да, у них, в общем, как правило, ну, это нам кажется, что у них на одной стороне дороги. Они раньше жили, у них просто немножко было разделение, да? А дорогу построили уже люди между вот этими двумя участками, да? И они после спячки зимние просыпаются и хотят мигрировать с одной стороны на другую. И, как правило, сейчас на этом месте проходит дорога. И мы, вот, допустим, я, в частности, живу на Астангу, и мы там проводим талоки, потому что у нас там довольно большая популяция лягушек. И мы собираем их в ведра и переносим через дорогу. Так, а вы знаете те места, где они пойдут, и то время, когда они пойдут? Ведь, ну, я не знаю, сколько у нас лягушек? Наверное, больше в стране лягушек, чем жители Эстонии. То есть они где угодно могут появиться, откуда угодно пойти? Нет, обычно все места популяции лягушек большие, как бы уже известны фонду природы. И вот одно из них, там, где я живу, когда они пойдут, это и ясно. Когда лёд сошёл, потеплел, и тогда они начинают мигрировать. То есть обычно это начало апреля, в этом году получилась середина апреля. Зима отстянулась. Да, зима отстянулась. И, как правило, это продолжается от двух до недель до месяца, то есть в зависимости от погоды. Сейчас опять миграция затянулась, потому что опять похолодало, и они опять не хотят идти. А в какую погоду они справляют свои свадьбы, когда у них, так сказать, транспортировка происходит? Ну, вот на прошлой неделе было пару хороших дней, когда нам удалось, по-моему, порядка 600 лягушек перенести. В общем-то, довольно-таки много, я считаю, за три дня. Должно быть тепло, и самое лучшее, когда ещё идёт дождь, да, для лягушек. Но самое интересное, что вот они в тёмное время суток в основном перемещаются, и вам приходится, то есть добровольцам приходится ловить их, спасать именно ночью. Людям на следующий день, в общем-то, вставать на работу, рано утром идти в школу. Именно так. Но чего не сделаешь ради спасения лягушек? Ну, я считаю, что одни плюсы, потому что, во-первых, вместо того, чтобы сидеть вечером и думать так, чтобы мне ещё съесть перед сном, нужно одеться, выйти, и в резиновых сапогах, потому что, как правило, эти проники... Давай, Лену, наденем. Вот у меня есть часть экипировки, да, вот у меня есть фонарик. То есть с помощью этих фонариков вы видите, где лягушка... Где лягушки вообще есть, потому что в темноте, мне кажется, на обочине дороги увидеть лягушек довольно сложно. Они же не зря имеют природный цвет. Да, именно так, да. Потому что, конечно же... А перчатки нужны? Перчатки обязательно, да, но если вот я могу... Лягушек нельзя же голыми руками. Почему нельзя? Нельзя, да. Это опасно для лягушек, потому что, когда человек дотрагивается до них руками... У них это тепловой шок, да? Они, это получается, если вот... Или термальный шок, как это называется, правильно? Да, и как будто человека в духовку посадить. В принципе, наверное, мы сразу не умрём от того, что у нас засунули в духовку, но приятного мало, да. Также для лягушек они получают... Вот так примерно. Вот мигрирует лягушка. Стоять! Стоять, да. Едет автомобиль. Сижу! Да, кстати, как вы соблюдаете меры безопасности? Потому что в основном это дороги, по которым несутся машины. Собственно, лягушки поэтому и гибнут. Как добровольцы спасаются от того, чтобы не попасть... Не просто так мы сидим вот в этих жилетах, именно без них, ну, очень опасно выходить, потому что действительно, как сказал Андрей, в тёмное время суток, чтобы машина видела человека, нужно жилет. Ну, обычно фонарик тоже светится, его видно, да. И, естественно, если лягушка прыгает уже под машину, не стоит рисковать своей жизнью и хватать из-под машины лягушку. Ну, что уже делать? Как вы вот лягушек... Сколько лягушек можно посадить в ведро? Ждёте, пока оно наполнится до краёв? Нет, нет, они захлебнутся, потому что, естественно, лучше набрать немножко водички туда, да, чтобы они плавали. И, ну, в зависимости от наполняемости, да, то есть бывает день такой, что там две лягушки правы, бывает там 22. Лучше связываться с вами, с организаторами этих талок, или каждый может самостоятельно, даже с маленьким ведёрком... Конечно. У нас там вот недавно была семья, с детьми, так дети там просто на перегонки друг друга лягушек выхватывали, а они маленькие, глазастые, очень хорошо их видят. Бедные лягушки. Но, Оля, а почему вы решили организовать талок? У вас привлёк такой вечерний наряд красивый. Потому что вот я живу, выхожу, и когда я вижу вот эти вот... Тушки раздавленные. Тушки раздавленные, мягко говоря, это просто неприятно. Ну и к тому же это лягушки не просто... Моя какая-то прихоть, это очень важная... Вообще они важны в пищевой цепочке. Важная часть нашей экосистемы. Да, они сами ловят мух комаров, они являются пищей для птиц, то есть тоже... То есть если не будет лягушек, птицы не будут прилетать, нас заедят комары и тому подобное. Ну такой эффект бабочки своего рода. Эффект бабочки. Ну с 2012 года эти талоки проводятся, и за это время, как мне доводилось слышать, более 80 тысяч лягушек удалось спасти. То есть вы своего рода перепись спасённого населения лягушек, о чём вы ведёте? Интересно, да, что не только собрать, нужно их посчитать или сортировать по видам. То есть есть лягушки, есть жабы. Они отличаются. Вот это... Это симпатичная экземпляр. Это симпатичная жаба, потому что она такая пупырчатая. Лягушки, они без вот пырчей, вот этих вот пупырышек, они прыгают. Или лягушки прыгают, а жабы не прыгают. Да, жабы не прыгают. Давайте расскажем, в каких местах наиболее требуется помощь волонтёров. Вы уже сказали про свой район Астангу, но за Астангу можно не беспокоиться, там Ольга Негровская живёт. Да. А где нужны волонтёры? Волонтёры, в принципе, все места можно посмотреть на сайте фонда природы, estilodosfond.ie. Там есть информация как на русском, так и на эстонском. То есть каждый зайдёт, выберет место. Они обозначены там на карте, которая находится ближе к его дому. Я знаю, что на Питерском шоссе тоже, в принципе, проводятся талоки, там нужны добровольцы. Там огромное шоссе, поэтому там надо быть и более осторонным, чем у нас на Астангу. Где-то у нас там, в принципе, довольно-таки тихий райончик. То есть места можно посмотреть там и тогда зарегистрироваться или связаться с организатором, координатором талок и тогда уже принять участие. Как правило, какое-то количество снаряжения, то есть вот эти жилетки, фонариков, ведер у нас есть. То есть вы раздаёте? Фонарики тоже фонд природы. Да, они нам передают перед началом талока какое-то количество. То есть, ну, а люди, кто хочет, может, в принципе, сами купить и кто-то хочет взять у нас. А вообще на дорогах есть какие-то знаки, которые указывают, что вот здесь проходит миграция лягушек. У нас есть, да. И, в принципе, если вы видите, что на вашей дороге проходит миграция лягушек, обязательно нужно связаться с фондом природы, сообщить им об этом. Они тогда занесут это место на карту. И знаки, в принципе, наш шталинский транспортный департамент легко ставит. То есть, опять-таки, тоже надо связаться. Если знаков убрали, не поставили, то они придут, поставят всё. Ну, волонтёры как раз требуются больше всего в регионах, где нету практически жителей, а лягушки всё равно мигрируют через дорогу. Конечно, конечно. На это нужно обратить внимание. Спасибо большое. В гостях у нас Ольга Негровская сегодня была.